ах какой шикарный вид если вам расскажу о том что здесь у нас сухо в анапе поливает дождь мне надо не поверите вот такая разная погода смотрите там все затянуто привет всем черноморске меня зовут юрий озаровский мы сегодня с вами находимся на одном из мало известных проходов подходов к морю варваровской ощели место также это называют шингари по имени того пансионата который сейчас сносят я так не могу понять почему и зачем его сносят может быть вы что-то раскопаете во всех наших пабликах в анапе пока никакой информации к сожалению нету почему это происходит также у нас отреставрировали памятник калинину недавно был юбилей высадки этого десанта прогуляемся к морю а сейчас давайте сходим посмотрим что там сносит тут тоже дождик был и вот кадры маки с капельками дождя еще другие цветы кстати появился твой вышка интересные часы оператор уже на подходе слышу как работает техника да друзья кадры не для слабонервных надо пару слов а то для многих вопросов будет где это находится вместо это по дороге в сухой сюда можно приехать и на маршруточки нужно попросить остановить на памяти калинина прогуляться к морю либо здесь есть даже остановочки как вот это возле шингари сзади меня ребят это конечно просто какой-то дикий ужас я подхожу меня ну прям телепает я просто столько хороших отзывов об этой базе слышал сейчас видеть как ее сносят ранит просто до глубины души я часто в шоке просто кстати в лесу работает какая-то техника перед базой давайте подойдем посмотрим непосредственно там происходит люди конечно жуткие не хочется верить даже что это происходит но как говорится не верю своим глазам посмотри вот так вот это пипец такой корпус такие номера друзья даже опыт никто ничего не поснимал просто рушит и все конечно очень интересна причина того что здесь происходит жуть пишите ваше мнение как вы думаете что это и почему может стоило там отдать кому-то этот корпус или может быть что-то новое более современное здесь построить говорят еще сейсмоопасная зона что может быть поэтому сносят в общем столько версий что даже не знаю вообще из-за чего это сколько людей столько и мнений упал и спасал камеру то есть руки вверх падал на локти порвал короче олимпийку жутко обидно досадно но бывает как говорится моменты смотрите под ноги хотя под ноги смотрел все нормально просто какой-то шнур был натянут в траве и ноги поехали на траве и я в этот момент как бы прыгал сверху зацепляюсь за шнур и падаю да да на локти ну хоть не лицом вниз с другой стороны можно было записать хайповое видео сказать а меня избили снимал когда шингари ладно я не порву всегда все по-честному мои любимые одуванчики тоже немножко посмывало дождем как красиво смотрится капельки росы зелень свежая такая кислотного цвета еще в общем красота весна вот прямо сейчас нас на канале стало триста двадцать одна тысяча мы пытаемся вылезти из той ямы в которую провалились благодаря банам ютуба и надеюсь что в скором времени у нас это получится не забывайте что есть второй канал юрий озаровский анапа подписывайтесь ссылочка есть в описании друзья и пишите ваши комментарии ставьте лайки последнее видео там о поездке на с его спасибо всем кто помогает поддерживает наши дорогие солдаты вы лучшие люди здесь вам хочется показать еще памятник калинь которым я говорил в начале потому что его привели в порядок эти как чистенько красиво тем более был на днях юбилей у нас была реконструкция я кстати не успел узнать время во сколько она проходила так хотел тоже побывать птички поют зеленые деревья вот она информация здесь в ночь на 1 мая 1943 года моряки и разведчики под командованием капитана калинина приняли неравный бой с фашистскими захватчиками они отдали жизни за нашу советскую родину вечная слава героям вот такие слова друзья и такие места должны сохраняться и чтобы наши дети помнили и знали рассказывайте им потому что без прошлого нет будущего вопросы были здесь чуть-чуть осыпалась стела из-за того что здесь очень агрессивная среда находимся на берегу моря и вот он сам памятник калинину сюда ближе приезжайте приводите детей рассказывать об этом подвиге и вечная слава и память героям место здесь очень атмосферно очень красиво машину я поставил как видите здесь на бесплатной парковке и теперь уже давайте прогуляемся к морю летний период времени здесь ведь и становятся люди и пытаются собирать денег с тех кто приезжает на шингари это конечно же неправильно то что нас ни одного швобаума нету законного ну с ним очень сложно бороться хорошо хоть межсезонья здесь это не работает и можно в принципе туда подъехать я же решил прогуляться потому что здесь маршрут живописный можно было кстати мимо шингари забора туда пройти но именно решил что интереснее будет такая прогулка тем более здесь есть о чем рассказать можжевельники разнообразные деревья которые у нас произрастают очень красиво сейчас смотрятся птички поют что еще надо ранее с левой стороны были виноградники ну как понимаете все эти земли хотят выводить из оборота и на них что-то строить вот уже заросли и выборы если бы я не озвучил никогда даже подумать не могли что здесь были виноградные угодья я их еще с детства помню также как и вот это строительство продолжается в полном объеме это анаполис раньше там было очень много можжевельников ну как они говорят мы их не трогали ну ладно ребятки я просто был геодезистом и даже вот на той стороне горы хотели размещать базу мы делали топосемку всех можжевельников то время еще лет 20-15 назад и туда не смогли их разместить ну и также они здесь произрастали вот так вот спускаетесь как будто в какие-то джунгли все дальше шум дороги становится все красивее здесь только что при мне съехал сюда машина говорит то есть мы не ищем легких путей тем более это очень полезно когда вы идете через можжевелую рощу представьте в летние дни даже несмотря на жару там девать кепочку прогуливайтесь но что вы дышите воздухом который фитонцидами можжевельника пропитан они убивают все микробов и паразитов сюда налево можно прогуляться там кстати есть такая овощина очень интересная в которой можно приехать отдохнуть палатка поставить не многие знают об этих местах ну и здесь дальше дорога уже вниз там есть другой трэш контент на пляже потому что сгорела кафе которая там находилась его в принципе даже никто особо и не тушил ну а здесь мы потихонечку спускаемся среди этой красоты журчащему ручью звук конечно фантастически оттуда доносится люди выходят кстати с анаполиса и двигаются тоже в сторону морюшка красота друзья ну конечно жека находится в очень интересном месте ну и одни из самых высоких цен здесь на квадратный метр который есть на черноморском побережье вот так вот оттуда через заборчик и пошли дальше спускаться здесь у нас немножко местность напоминает вторым сочи потому что перепады высот то есть не совсем легкие прогулки как самой анапе практически без них мы живем здесь прям оазис смотрите какие лопухи внизу можно было бы сказать папоротники с левой стороны лес такой красивейший раньше очень часто приезжали вот с той стороны с мангальчиками люди тоже отдыхали в эти места что-то сейчас перестал это быть популярным наверное и не надо особо сильно и ехать так сказать и засорять природу вы видите там даже еще полянки остались той стороны это яблоня дорогие мои красивый цвет просто даже сам не ожидал что настолько по зелени по весне здесь будет великолепно ну и огромное количество можжевельников непосредственно с правой стороны красота одним словом дорогие друзья так что приезжайте путешествуйте здесь интересного проходит маршрут который ведет из субсеха можно сказать даже из анапы непосредственно в большой утрищ по берегу моря можно пройти можно пройти по скалам я гулял по скалам по берегу моря за всю жизнь так еще ни разу не прошел все себя корю за это и обещание даю что обязательно в скором времени сделаю такой проход надеюсь что когда-либо у меня это получится не знаю вот даже чего здесь мне не хватает когда иду может каких-то мусорах там лавочек по бокам туда это было бы уже вообще супер место для посещения здесь есть вот такая вот парковка как я говорил так как там работает швакбаум въезд бывает платный люди платят денежку приезжают и вот здесь ставят машины мы с вами идем четыре минуты с половиной и уже практически дошли до моря то есть вот из-за того чтобы не идти пять минут не дышать фиццинцитами люди готовы платить большущие деньги за все за это такая красота летом конечно здесь когда уже зелень погибает все по-другому выглядит я что-то по весне сюда особо не приезжал тут мы еще сейчас после дождя и оно все такое дыщащее живое в общем красота неимоверная дорогие мои осталось еще несколько шагов и мы уже дошли лишь какой-то был обвал что ли так что будьте аккуратны и сюда подковаться эти грунт подмыло размыло и он ушел сколько радости в детстве бежать к морю я представляю насколько это круто дорогие мои друзья ну а мы практически доходим уже этих мест здесь сверху раньше пытались тоже сделать парковку там даже можно повыше доехать на машине чего делать особо не советую несмотря на то какие у вас машины бы не были потому что это очень опасно вот там вьюн берег полностью одетым вообще смотрится явно как будто не она по здесь немножко мне кажется даже растительность отличается от тех мест которых вы привыкли бывать ну сказать ложкой дергти конечно является вот эта мусорка не очень презентабельно смотрится здесь почему-то не вывозят пенсор но скоро лето я думаю все начнется все заработает и тогда возможно все будет хорошо слушать как от море теплом идет у нас не перетро воздуха в анапе было плюс 11 здесь плюс 13 то есть немножко теплее возможно краски за счет моря здесь летом работает кафе момент у моря называется с панорамными окнами здесь конечно вид отсюда открывается очень красивый какие-то ребята застряли на машине у моря поймали момент прям в реке смотрим как это конечно летом будет еще работать такая красота дорогие друзья чистейшая просто вода в море на берегу мусора конечно предостаточно это впрочем что он выкинул потому что была уже уборка а вот с левой стороны как раз такие кафе которая сгорела дальше большой утришь там вообще светит солнце фантастика все могу вам сказать такая вот разная погода при этом беда сюда ехал говорил забыл вам крайне том что там заливало просто дождем и на плите с той стороны все м путянута тучами идет дождь там а здесь лето солнце красота а теперь смотрим тот же самый проход но только если бы за нами летел дрон и показывал вам но дроном летать запрещено поэтому ребята не думайте ничего плохого просто вот как то так получилось ну или напоминает рпг какой-нибудь игру кто играл ищите как он такой формат показать проход к морю здесь по выпадал искать из шторма из моря много мусора а потом подошел к речке суку вода сейчас здесь прозрачная немножко смутником запах вроде не чувствую вроде бы все хорошо с речки то самое немалорадостное что здесь даже сейчас есть спуск из дощечек прям до галичного пляжа но все равно если вдруг сюда вы приедете попаться отдыхать загорать обязательно берите с собой специальную обувь потому что без нее тут делать будет нечего так как тут у нас галька а там в море большие камни очень интересно наблюдать как там сносят кристиница здесь новое здание построено ну прям вообще-то диссонанс что как и почему может действительно хотят вот на такие корпуса поменять кто их разберет что там новый собственный теперь хочет сотворить да выгорело вообще полностью конечно здесь все сейчас я так понял что вот эта машина с ребятами приехали как раз таки наводить здесь порядок и разгрезать все на металлоконструкцию и потом сдавать ее на металлолом а пострадавших не сообщается то есть все вот так вот по факту сейчас это просто гора мусора у нас на пляжах высоте тут лежаки были по 150 рублей в день печальнейшая картина место говорят было довольно-таки атмосферная вот шангар называлась она и также здесь были спасатели тут кстати видно что берегом очень чистый это пляж шангари я любит уже такой купаться ну и моречка здравствуй наше любимое дорогое интересного будет пощупать ощутить какой она теплая или нет на ощупь вода очень даже хорошая сейчас попробуем ее замерить температуру там вот вверху увидел что и костер что-то разжег я этого не делал потому что уже были прецеденты если прогреляться там будет видно что сгорело очень много можжевельников когда-то был пожар на берегу там тоже раньше очень популярно было стоять с палаточками сейчас этого уже и нету сейчас людям больше чем палатки предпочитают комфортный отдых 14,5 показывает морем в принципе я думаю что температура хорошая честно если водичка была спокойная без волны я наверно пошел бы искупаться потому что море манит и туда очень сильно хочется ну и нету обуви чтобы по холоду еще ногами там сопротивляться дорогие мои друзья надеюсь что прогулка сегодня вам понравилась посмотрели интересные события которые у нас происходят сносы пожары вообще как выглядит пляж раскрыл вам еще и интересное место для того чтобы приехать поближе на машине здесь подводная рыбалка очень часто занимаются а в ту сторону можно гулять вообще по берегу Данапа как я говорил по горам пройти сверху посмотреть красоты то есть место неизведанное по максимуму очень здесь классно и я вам советую сюда приезжать и наслаждаться теми видами пока они еще есть пока еще не все застроили я рад что я помню когда не было этих строений здесь было только максимум зелени море и природа ну я всех вас крепко обнимаю благодарю что поддерживаете канал поддерживаете солдат от души спасибо вам большое всем привет черноморский с вами был юрий озаровский подписывайтесь на группу вконтакте юрий озаровский с галочкой также янки в джен буду благодарен юрий озаровский ну и телеграм-морио все ссылки есть в описании добавляйтесь во все соцсети друзья и дай бог нам всем мирного чтобы все было хорошо и прекрасно всем до следующего видео по традиции море друзья и а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...